Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». И сегодня будем читать 19 главу этой книги. Здесь рассказывается об израильтянах у горы Синай. И мы читаем, в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рафидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль, и расположился там Израиль, станом против горы. Израильтяне пришли к Синаю, где и оставались до событий, описанных в книге чисел 10 глава 11 стих. То есть они там были значительное время. «Моисеев зашел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву, и возвестись на Израиль. Вот здесь в этом тексте есть некая сложность, сложность экзогетическая. Народ остался станом против горы, то есть они боялись даже приблизиться к подножию горы. Моисеев зашел к Богу, то есть на гору, и возвал к Нему Господь с горы. С какой горы, если Моисеев зашел на гору? Моисей поднимается на материальную гору, и вдруг Господь возвал к Нему с какой-то еще выси, и Моисей понял, что поднявшись на гору, он оказался у подножия некой другой вершины, ибо земля вся есть подножие ног Господних. Вот так надо понимать эти слова. Взошел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, то есть с другой, уже недосягаемой для человека вершины. Возвал Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву, и возвестись нам Израилевых. «Вы видели, что Я сделал с египтянами, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Имеется в виду, как орел заботится о своих птенцах, так и Господь проявляет заботу о своем народе, как бы носит их на орлиных крыльях. «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». Вот здесь Господь говорит, что избрание еврейского народа не небезусловно. есть условия, что они должны соблюдать завет Божий, слушаться гласа Господня, вот тогда они будут уделом из всех народов. А вот дополнение «Ибо Моя вся земля», Господь как бы говорит, «А если не так, у меня есть другие народы, племена, земля большая». «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Ну, собственно говоря, такими стали именно христиане. В Новом Завете говорится, что все христиане, то есть все крещеные, все миропомазанные – это царственное священство. И хотя у нас есть сугубое священство, трехчинное, деканат, пресвятариат, епископат, но по благодати все христиане крещеные, миропомазанные – это царственное священство. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым, то есть он должен будет принести им эту весть. «И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедовал ему Господь». То есть теперь Моисею не надо собирать народ, он действует через старейшин вот этих людей, которых он избрал. Их число 70 человек. Причем они получили Духа Святаго, об этом более подробно говорится в книге чисел. «И весь народ отвечал единогласно, говоря все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». И донес Моисей слова народа Господу. Вот здесь в 8 стихе есть некая загадка. Народ говорит «исполним и выслушаем». Почему они так говорят? Казалось бы, надо сказать иначе. Мы выслушаем, а потом примем решение, исполним или нет. А они действуют с великой верой. Они говорят «исполним». И считается, что на тот момент ни один народ не мог проявить такую веру, кроме еврейского народа. И это было заслугами патриарха Авраама, патриарха Исаака и патриарха Иакова. Ведь в тот момент, когда Бог будет говорить Синае, весь народ будет слышать голос Бога. Что значит народ слышит голос Бога? «По благодати все станут царственными священниками и пророками». Ибо те, кто слышат голос Бога, это пророки и царственное священство. Даже последняя кухарка, ребенок, пришелец среди евреев, все, которые будут слушать голос Бога, они будут подняты на высоту пророческого достоинства. Вот это чудо из чудес, когда такая масса людей будут восхищены на высоту царственного священства и пророческого дара. И это связано с тем, что они сказали единогласно «Исполним и выслушаем». И донес Моисей слова народа Господу и сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу, объяви о... О чем надо было объявить? Им надо было подготовиться к этому моменту. Нельзя просто вот встать и слышать голос Бога. Надо очиститься, потому что человек не может слышать голос Бога, остаться живым, если его нравственные качества не изменены в этот момент». «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра», то есть два дня, «пусть вымоют одежды свои». То есть не только сами должны обмыться, даже одежды свои они должны вымыть, «а чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Вот по этому прецеденту подготовка к святому причастию три дня, потому что здесь подготовка к встрече Господа, к слушанию его речи тоже была три дня. Они омываются, освящаются, и мы знаем, что древние христиане тоже совершали всецелое омовение. «Чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай, а в нашем случае Господь входит в нас в святых дарах своего тела и крови. «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Они были плотские люди. Христос еще не искупил их своей кровью, поэтому они не могли прикоснуться к этой святыне. А мы, искупленные кровью Иисуса Христа, очищенные в крещение, принявшие благодать Духа Святаго, сподобляемся и святого причастия. Правда, и к нему мы приступаем со страхом Божиим. И верую. «Рука, да не прикоснется к нему», то есть к тому, кто прикоснется к горе, недостойно. «А пусть побьют его камнями или застрелят стрелою», то есть издалека. «Скот ли то, или человек, да не останется в живых во время протяжного, трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору». То есть вот в этом случае, когда протяжный звук, они могут взойти. «И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы и молния», то есть с самого утра, «И густое облако над горою Синайскую, и трубный звук весьма сильный и вострепетал весь народ бывший встанье». Трубный звук весьма сильный, на самом деле это дословно звучит, как трубный звук, который усиливался и усиливался. Обычно, если человек издает звук в трубу, он сначала громкий, а потом слабеет, слабеет. А тут все было наоборот. «И вывел Моисей народ из тана встретения Богу и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее». Помните, как в псалмах Давида сказано, «Если ты сойдешь, Господи, горы растают, как воск тает пред лицом огня. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее». То есть он не ослабевает, а наоборот увеличивается. «Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». И весь народ слышал этот голос. Значит, народ весь был поднят до пророческого уровня. Действие благодати. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей, и сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу, видеть его, и чтобы не пали многие из него». То есть, чтобы не погибли. И о Святом Причастии сказано, кто ест и пьет недостойно, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают. Священники же, приближающиеся Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. То есть не только народ готовится к Святому Причастию, но и священники очищаются в преддверии Божественной Литургии, иначе их тоже может поразить Господь. «И сказал Моисей Господу, не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освяти ее». То есть Господь как бы сначала хотел их восхитить, как и Моисея, на эту гору, и Господь сказал ему, «Пойди, сойди, потом взойди ты, и с тобой Арон, и священники, и народ, да не порывается восходить Господу, чтобы Господь не поразил их». То есть не все могут взойти на гору Божию. Священнослужители имеют преимущество действиям благодати, которые сообщаются им через хератонию, через рукоположение. «И сошел Моисей к народу и пересказал ему». Чтобы народ не порывался подниматься на эту гору, но я думаю, народ и не порывался, и не порывался, потому что это был страшный вид, дымящийся, как печь горы. Итак, мы тоже с вами медленно, но уверенно подошли к подножью горы Синай, и если будет следующая беседа, мы будем живы, Господь позволит, мы услышим те заповеди Бога, которые Он дал с этой горы. Храните себя. Синайдер